Доброе утро, это эфир информационная программа репортера студии Маргариты Шубукова. Представники Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по справах беженцев и акредитованных у Беларуси посольствов наведают Гомельскую область. В рамках визиту запланована встреча с керавницей Абл-Ваканкама, наведывание Гомельского городского центра социального обслугования семьи и детей, а так само квартиры, которые набиты для сирийских беженцев. Как шакается, визит пошнется 2-го веков и протягнется 2 дни. Меж тем, в Мазырские детяши реабилитационный оздоровленческий центр «Сидельники» поступило новое обсталявание. Его закупили по японским гранте. Контракт на 89 тысяч долларов был подписан в листопаде 2013 года. А напереды дни у центр прибыли гости из краины у заходящего солнца, каб на свои очи убачить, на что была выдаткована грошовая допомога. С подробностями корреспонденты телеканала Мазыр. Гасси у центра чекали с хваляванием и сустракали, как сяброу. На церемонию уручения приехали посол Японии у Республики Беларусь Сигахира Меморы, его женка Ларета Меморы и аташе посольства Японии у Республики Беларусь с подар Ясуси Томасигем. С допомогой японского гранта центру удалось означно полепшить лечебную базу. Сиротка штовых новинок – две сучасные ангелецинные установки системы обеззараживания. Ванная для гидромассажа, аппарат для вытяжения и лечения грыжи позвоночника. Кафедра для душа шарком. Усё это профессийное медицинское обсталявание дозволит значно поширить спектр послуг и повеличить колькость процедур. Оборудование хорошее и эффект, конечно, положительный. Если мы могли на одного ребёнка где-то сделать 7 процедур, то сегодня они увеличиваются до 12. Также количество массажей тоже. 5 массажистов, 4-5 человек, они не смогут охватить всех. А с помощью вот этих вот армет установка, массажные кушетки мы увеличим количество процедур, и дети получат, конечно же, эффект от оздоровления. Гость из Японии наведывали сидельники у листопаде 2014-х. Про 9 месяцев их сустрел уже зусим инший центр. Совсем иная обстановка, совсем всё изменилось. Столько разница какая большая, так что я очень рад, очень приятно. Сегодня у сидельников проходит оздоровление каля 350 детей взрослых районов Гомельчины. Виновит на здоровье детей основанная мета финансовой допомоги японцам. Гуманитарная супрацовница Дзюг-Украин почалась ещё в 1991-м годе. Япония активно допомогала Беларуси у переодоления наступства у Чернобыльской трагедии. В 2011-м, после аварии на Фукусиме, неоценным для Японии оказался опыт белорусов. Такой практический опыт, который, как сказать, дебактизации вот этой почвы, воды и так далее, да. И всякий вот род, как можно жить в загрязнённых территориях. Вот у вас есть накопленный такой опыт. И мы научили очень много от вашего опыта. Так что японский народ очень благодарен, очень благодарен, вот это как раз помощи белорусской стране. Супрацовництво Японии и Беларуси протягнется и в дальнейшем. Як твумачить сами японцы, укладывать у развечёсу светной супольности, значит, забеспечивать Росквит и у своей краине. Лидия Поттер, Светлана Грудько, Юрий Горобец. Телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». На Гомельшине подведены выники сёлетней уступной кампании, увышающей наушальной установы региона. Наводня глядяши на проведение додаткового набору, учеры ГВНУ не сдолили набрать студентов на усе бюджетные мессы. Олег Сентюроу проанализовал ситуацию. Если в целом характеризовать сёлетнюю уступную кампанию на Гомельшине, то можно сказать, что она прошла спокойно и без значных порушений, начиная от этапа проведения централизованного тестирования, от которого контролировали больше 850 человек – суппорсовники Комитета державного контроля, правоохранных структур, выкладчики и члены БРСМ. За порушения от сдачи СТ отхилили только двух человек, а вот больше 2270 молодых людей сёлет отримают студентские билеты и будут учиться за кошт бюджетных сродков. Правда, как набрать столько першокурсников, пришлось проводить додатковый набор. Але навыц и при этом, у тем же Мазырском державном педагогическом университете 9 бюджетных мессов засталися свободными. А прича того, есть верогодность, что не все студенты после завершения ВНУ будут працовать по специальности. Для некого – головный диплом. До речи, зараз амаль треть людей, які мают высшую адекацию, займаются совсем не тем, чему их учили. Основные причины – низкая зарплата, не задовольняючая умовы працы и отсутность перспектив карьерного росту. Мы набираем студентов, когда? Сегодня. А им придется работать через 4-5 лет. Поэтому сказать, как изменится экономическая ситуация, как изменится потребность общества в той иной специальности, достаточно сложно. Для высшейших научальных установ набор студентов на бюджетную форму научания – это не только выполнение плановых показчиков. По великим рахунку, от этого залежить зарплата выкладчиков, с этой кропки гледжения для Беларусского гандовоэкономичного университета с поживецкой кооперацией – ситуация больше однозначная. Залеченные на первый курс студенты будут учиться теза властный кошт, теза кошт галиновых организаций. Разом с тем, у ВНУ переконаны, кали не створать належные умовы и не выкористовывать сучасные методики, проблема на явности студентов узник не обовязкова. Ся род бонусов, які пропоную ВНУ, махчимость отримания диплома у адрозу четырех краин – Беларуси, России, Великобритании и Болгарии, а так само годовые стажировки украинных Евросоюза. Але самое головное – якосное навучання у сеных самой установы. Мы постоянно изучаем спрос на рынке труда. И, например, в этом году мы объявили набор на новую специальность. Мы первыми и единственными в регионе эту специальность открыли. И мы вторые в республике после БГУИРа по открытию этой специальности – это экономика электронного бизнеса. Для того, чтобы продвигать экономику Республики Беларусь по инновационному пути развития и интенсивно развивать в первую очередь электронную торговлю товарами и услугами. Александров, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». У Гомеля отбылось урошистый мероприемство с на годы святкования 95-й годе с дня створения Державной статистической службы. И она берет свой початок в 1920-м годе, когда военно-революционным комитетом Беларуси была принята постанова об утворении одного статистического бюро. На початку 90-х годов минулого 100-го года и оно было переутворено в Министерство статистики и анализу. В 2008-м – у Национальной статистической комитеты Республики Беларусь. Вероника Ворошилина побывала на урошистом мероприемстве. У зале поседжения уголовного статистического управления Гомельской области святочна и шматлюдна. 95-й годе с дня створения Державной статистической службы Республики Беларусь добрые нагоды собраться великим дружным коллективом, к образам узрадоваться огульным поспехам и досягнением, дарившись род запрошенных на мероприемство не только деющие супрационники, але и ветераны працы. Всегда с гордостью говорю, а я работала в статуправлении, и нас там постоянно приглашают. Так что я очень благодарна руководству статуправления, что нас не забывают, помнят. И мы с радостью всегда приходим на все торжественные даты. Сегодня Галуное статистическое управление Гомельской области – это одна со складающих структуры территориальных органов Республиканского комитета. Галиновые отделы працуют у каждом районе Гомельщины. Як и десятки год тому, больших служащих – Жаншины, и они складают 93% от огульной колькости супрацовников. Тут займаются сбором оперативных датинах, які отлюстровують экономичное, демографичное, социальное и экологичное становища у Республицы. А працовкой и обугольнением информации, без якой сегодня не могут обвестись державные органы, установы и организации. Наша работа является огромным подспорьем для органов власти в связи с тем, что на основании статистических данных, на основании сделанных впоследствии анализа статистических данных, принимаются управленческие решения. То есть, куда пойдет область, как она сработала. То есть, сравнение с прошлым периодом, текущим периодом дают, в общем-то, понятие того, правильно ли мы идем, правильно ли дорога идет область. Почас святочного мероприемства отбылась урошистая церемония ознагороджения самых отказных и активных у своей работе. Я не отрималі грамоты и подяки от Гомельского областного и городского виконавчих комитетов и советов депутатов, областного комитета Белорусского профсоюза, работников державных и інших установ, а так само Галонного статистического управления Гомельской области. Пропонавали удельникам урошистости и насыщенную концертную программу с уделами стразнодухового оркестра и талиновитых артистов областного центра. Межтым, сопрацовники Галонного статистического управления Гомельской области так само не застались у Баку. Кожен из его отделов подрихтовав цикавый экспозиционный проект «Промеркованный до свята», тем самым продемонстровавши, что у этой сдавалась лаконичная профессия, ее смесца креативу и творчести. Вероника Вараширина, Ёлген Макеенко, телерадуя компания «Гомель». «Моя Беларусь – мой выбор». Конкурс патриотичной фотографии под такой назвой закликает делиться поглядами народную краину. Организаторы разглядят как профессийные фотосдымки, так и аматорские и новоцелфи. Синявокая, сердце и легкие Европы, земля под белыми крылами. Так называют нашу землю. А как выглядит Беларусь, в отшима молодых и творчих грамадян краины покажут фотосдымки удельников конкурсу. Дарыш и конкурс молодежный. Принять удел может кожный в возрасте от 14 до 31 года. Для этого достатково означать фотосдымок хэштегом «Моя Беларусь – мой выбор» у социальных сетках. Основная тематика конкурсных работ – патриотизм и любовь до Беларуси. Усе подробязности можно знасти у специальных группах у социальных сетках. А кроме того, нагадаем, патриотичные издымки так само примаются на конкурс «Я гоноруся, что я с Беларуси». Галун на потребование до фотосдымков – национальный колорит. Победителей мы будем награждать достаточно креативно. Будет проведена фотосессия, фотографии из которой будут размещены на билбордах в Гомельской области. Помимо этого будут, конечно же, дипломы и ценные призы от Оргкомитета. Сберем портфель першокласснику. Отповедную доброшенную акцию все лето протягивают предприемства и организации Новобелецкого района Гомеля. Першие школьные заплешники с усими потребными для школы принадлежностями знайшли своих маленьких господаров. Таких лопат – самый простый приклад, як да помогши ближнему. На заклик поднимать детей, які саправдым мають потребу гэтым, отгукнулися многие. Акция проходила по всем предприятиям. Люди собирали на предприятиях. БРСМ собирал у себя, то есть организация белорусская наша, они собирали у себя. И также стоял пикет пару дней у нас возле кинотеатра «Мир», где люди шли покупать своим детям, видели наше объявление и подходили и давали пару ручек, пару тетрадок, просто от своих детей. Дарыши экипировка в ушне малошек классов обыдеться батькам у сумму от полутора до маль шасти миллионов. Шаснадцать подарунковых заплешников отправились до тех, кто саправдым маю гэтым потребу. Шмадетным, приемным и опякунским семьям, а так само детям, які знаходятся у социально небезпешным становящим. И на гэтым поколю сёв за развитём падей сошите по наших выпусках. А я с вами развитуюся. До попашения. Субтитры создавал DimaTorzok